Девушки отдыхают Здравствуйте, в эфире Площадь Нахимова, программа о людях и для людей. Меня зовут Макей Русинов. Чтобы город жил, исполнительная власть создает условия, и тысячи людей различных профессий, выполняя свой долг, поддерживают жизнедеятельность города. Севастополь – город сложный, в том смысле, что составляющих его механизм чрезвычайно много. Как в этой ситуации можно выделить более или менее важные сферы его жизни? Без чего не может полноценно развиваться ни один город? Без служб ЖКХ – 100%. Без органов правопорядка и здравоохранения – бесспорно. Без водителей городского транспорта, без продавцов продуктовых, без работников связи – да-да-да. Все перечисленные сферы нуждаются в постоянной поддержке и мониторинге со стороны руководства города. А художники? Что будет с городом, если вдруг от этой сферы деятельности человека отвернется городская администрация? А актеры театров, библиотекари, профессиональные музыканты? Ничего не будет, подумали водители троллейбусов или кассиры. Город умрет, подумали художники или актеры. Вопрос интересный, разберемся сегодня в программе, не переключайтесь. Вторая программа о высоком под названием «Как трудно быть художником». И самое важное – это не фигура речи, не красное словцо, а это правда жизни. Напомню проблематику из предыдущей передачи. Вы сейчас находитесь у меня в квартире, которая также является моей мастерской. У меня то же самое, только зеркальное отражение и советская стенка, и горы картин. Мне кажется, молодые действительно пишут дома. Почему так? На мой взгляд, потому что система распределения мастерских, система вот этих профсоюзов, которые складывались в советское время, она изжила себя. А вот так таковой прям отдельной мастерской, как эта классика жанра, то есть приходишь там, холсты, краски, стеллажи и все. Нет, такого еще нет. Нет, это неудобно. У меня еще есть дочка, 7 лет, и вот она рисовать вообще не хочет, потому что она видит, как они заполоняют пространство. Это городская проблема? Однозначно, да. И решать ее так или иначе придется. Почему? Зададутся вопросом скептики. Потому что художник, еще в средние века перешагнувший рубеж ремесленника, превратился в общественного медиатора, в инструмент тонкой настройки общества, а самое главное, показателем его тонкого и не очень расстройства. Можно долго рассуждать в стенах картинных галерей о наследстве Лентулова, Малевича, Серова, Боттичелли и прочих канонизированных. Но ведь они своим талантом запечатлели для нас, потомков, вслепок времени, в котором творили. Газету могут не писать правду, летописи могут быть переписаны, но художники всегда будут искренними свидетелями времени. Нравится это кому-то или нет. Слушай, но все севастопольцы знают о том, что в городе на улице Репина есть союз художников. Издание союза художников, где есть мастерские. Почему-то не так. Тебя выгнали? Нет, там очень странная история, понятное дело, с этим союзом. Вообще непонятная. То есть был как-то у нас вообще пару лет назад такой псевдо-маленький конкурс между художниками, кому можно дать мастерскую на льготных условиях. То есть это небольшая цена в месяц, то есть льготная. Я в нем принял участие, то есть мне сказали, да, тебе надо мастерская, нужна мастерская. Но как-то ВОЗ и ныне там, то есть там у них суды, непонятная ситуация с помещениями и с имуществом этим всем. И поэтому этот вопрос находится в подвижном состоянии, то есть до сих пор эти уже вопросы. Я в них некомпетентен. Такая ситуация, в чем у тебя нет мастерской в здании союз художников, она у многих художников в Севастополе? Да, у многих. Молодые, вообще художников много. Есть художники еще, ну, не настолько зрелые, вот, но они молодые, они ищущие. Ко мне очень много приходят молодых художников, которые хотят, но они не знают, куда принкнуться, понимаете. Нет вот каких-то таких организаций, которые могла бы их принять, как-то помочь, обогреть, дать, опять же, предоставить территорию, мастерскую. Пусть бы это будет там на несколько человек, но это лучше, чем ничего, понимаете. И, в принципе, есть такие возможности, понимаете, если бы вот так все было нормально, если бы не были, мы бы уже это все давно утрясли, уже создали, уже бы организовали, уже пошло. И общее было бы, и индивидуальные были, по нескольку человек там, и т.д. Ну, потому что, ну, площадь позволяла как-то это все порешать. Владимир Николаевич Ольхов – опытный мастер, именитый севастопольский художник, чьи работы находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру. Один из наставников молодых художников. Искренне болеющий душой за искусство, а главное – духовность. Мастерские, которые должны быть у профессиональных художников, творческое сообщество, которое должно быть построено в Севастополе – это стартовые условия развития живописи в любимом городе. Так в чем же проблема? Понимаете, так сложилось, к сожалению, что пришла Москва, мы все радовались, и я в том числе. Думали, что сейчас Москва придет, поможет. Ну, имеется в виду Новый Союз, мы же были в Национальном Союзе художника Украины, да. Вот. И все радовались. Ну, к сожалению, не сложилось, потому что имущественные интересы стали преобладать в том руководстве. И как-то мне лично хотелось, чтобы это имущество досталось коллективу севастопольских художников. А Москве почему-то захотелось, чтобы это было их имущество, чтобы они распоряжались и так далее. Ну, здесь начались тяжбы, суды там и все такое. Ну, тем не менее, мы устали от этого всего и решили вообще войти в новую организацию. Вот часть коллектива, часть коллектива. Ну, и вот вошли, как региональное отделение, уже юридически зафиксировали, Творческий Союз художников России. На сегодняшний день мы в стадии как бы развития. На самом деле, наверное, мы не ищем уже вот той конструкции, которая существовала когда-то в Советском Союзе. Она невозможна при нынешнем строе. Никто не будет выделять большие финансовые какие-то средства на то, чтобы художники вот просто собирались и творили. Ну, это нереально. Наверное, мы собрались скорее для того, чтобы поддерживать друг друга. Все-таки какая-то синергия. Люди собираются вообще в общественное объединение для того, чтобы вместе делать какое-то дело. В данном случае вместе, может быть, искать заказы. Может быть, вместе выходить на какие-то новые ниши в сфере искусства. Собирать вокруг себя, вокруг вот этой темы, собирать тех людей, которым интересно что-то новое создать в городе. В городе действительно немножко затихла, вот на мой взгляд, какая-то художественная жизнь. Дарья Щукина, молодой и опытный художник, является участником инициативной группы людей, которые собрались, чтобы наконец решить инфраструктурные вопросы творческого сообщества и идти дальше в ногу с большой страной. Дарья стала председателем Севастопольского отделения Творческого союза художников России. Таким образом, на данный момент в Севастополе это единственная оформившаяся художественная организация. Это дает возможность коммуницировать, во-первых, с головным отделением в Москве, дает возможность привозить какие-то глобальные, там, всероссийские проекты. Вот, к примеру, мы привозили сюда память, выставочный проект, посвященный 75-летию Великой Победы. В нем участвовали все регионы. Если бы мы были где-то здесь на своем региональном уровне, мы такой проект бы не привезли. В будущем мы также планируем собираться вместе с другими отделениями и делать какие-то вещи здесь. То есть, по сути, это вписанность в повестку? Это вписанность и в повестку, и, возможно, все-таки в какую-то общероссийскую историю. То есть, на местном уровне иногда сложно даже что-то придумать. А когда ты видишь, как это делают другие ребята, коллеги из регионов других, мы тоже можем взять какой-то опыт, применить его здесь. ТСХР – это Творческий союз художников России. Он так переводится. Здесь сделали отделение. Это просто Севастопольское отделение. Потому что это организация всероссийская. То есть, это очень хороший момент, потому что теперь у художников появился какой-то свой маленький костылечек, на который можно опираться, с чем можно работать. Плюс ко всему, от этого ТСХР можно проводить разного рода проекты. Потому что, все-таки, государство заинтересовано как-то в этом деле. И уже можно как отдельное юридическое лицо, которое не просто с улицы. Это всем интересно. То есть, до этого момента, до регистрации, это в этом году произошло, да? Да. Никакого филиала Федеральной художественной сети, грубо говоря, Союза художников, не было в Севастополе? Не было. Теперь все становится понятнее. Попытки уладить вопрос с украинским прошлым севастопольских художников немного деморализовали. Но унынию пришел конец. И желающие проектов и творческой деятельности активные люди организовались в группу, оформившуюся в филиал Творческого союза художников России в Севастополе. Дает то, что мы, во-первых, хотим дальше двигаться. Вот эти бесконечные суды, они утомили всех. А суды кого всем, чтобы понять? Ну, ВТО с Национальным союзом художников Украины. За здание? Да. Да. За это имущество. И так, да. Вот поэтому... А художники, это понимаете, люди творческие. Им надо что-то как-то делать, как-то что-то творить, что-то создавать. А эти вот вопросы имущественные, они зависли где-то в воздухе. И дальше, ну, как решать дальше сложно, потому что как под судом, понимаете, находишься. Никаких решений самостоятельно не можешь до конца принять. Те же мастерские вот молодым художникам, понимаете. Да, вот мы сейчас в стадии организации, в стадии приема. Вот уже есть люди, которые хотят. Вот мы будем сейчас вот на собрании это обсуждать, подтверждать. Ну, кандидатуру там рассматривать будем. И вот они сейчас приносят портфолио свое, какие-то свои там работы. Мы смотрим. Вначале в таком, как бы, руководство смотрит. Потом вынесем это на собрание. И, скажем, вот у нас есть новые люди, которые хотят. Вот у них вот такая история. И народ, в общем, так сказать. Какие же критерии для попадания к вам в союз? Ну, понимаете, чтобы был человек достаточно профессионален, первое. И самое главное, активно творческий. Вот активен творчески. Особенно если молодые, они еще, может, не раскрылись настолько. А если они будут работать, если они творческие, если они активные, они будут развиваться. И вот в среде вот в этой, когда он не сам по себе, в собственном соку, понимаете, а когда он будет в обществе, какая-то ассоциация художников, какие-то друзья, какие-то товарищи появляются. Молодой филиал ТСХР уже провел две выставки в Севастополе осенью и зимой. А пространство было выбрано единственное. Выставочный зал бывшего союза художников Нарепина. Если бы не было такого пространства, то, собственно, сидели бы каждый в своей кухне, да, вот кто где писал бы и приводили бы гостей к себе либо домой, либо в мастерские. Так мы можем хоть что-то показать друзьям, городу. Выставочное пространство большое, необходимо, да, для больших проектов. То есть, скажем, память мы принимали на Михайловской батарее. Здесь это разместить было невозможно. Ну и, конечно, у нас, да, у нас запрос, наверное, будет со временем. Мы его сформируем, запрос на какое-то серьезное выставочное пространство. И, безусловно, вот есть художники, которые предпочитают, и не просто предпочитают, скорее всего, это правильно, это и есть правильно, если есть большие работы, если художнику нужно какое-то уединение, ему необходима мастерская, безусловно. Может быть, у кого-то из зрителей возникнет вопрос, а зачем вообще нужны выставки в эпоху интернета и социальных сетей? Ответ прост. Ну, дело в том, что мы же не аутисты, да, мы хоть и художники, немножко где-то странные люди среди нас есть, тем не менее творить для себя невозможно. Человек все-таки существо социальное, художник, безусловно. Это такое же, да, вот такое же социальное явление, как любой абсолютно член общества. И ему нужно свое высказывание кому-то преподнести, то есть обязательно поделиться. Иначе, ну, как какая-то сенсорная депривация случится, если сидеть у себя в кухне и никому не показывать, да, и кричать или там в фейсбуке постить. Конечно, тоже хорошо, но хочется вживую. И картины, живопись, да, вот масляная, ее же нужно вживую показать, потому что там есть нюансы, которые не передает фотографии, не только цветовые, но и нюансы, как положил краску, как выглядит в определенном формате, в определенном размере работа. Обязательно, конечно, нужно делиться, плюс художникам нужно собираться вместе. Какой-то обмен у них должен происходить мнениями, идеями. Даже вот спросить коллегу, как оно тебе, это нормально или нет, потому что у меня уже глаз замылился. Переопоняться должны художники. Да, да, безусловно. Чувствую, ну, наконец-то, наконец-то я вынесла из какого-то своего замкнутого пространства то, над чем я трудилась, работала, думала, решала. Там же задачи мы решаем ведь тоже. Как это ни назови, это все-таки вот сидишь и думаешь, как решить, чтобы композиционно, по цвету, чтобы это заиграло. И вот выносишь и говоришь, вот, вот я, смотрите, смотри мир. Можно сравнить это с концертом у музыканта, певца? Я думаю, да. Опять же, у меня дети играли на скрипке, заканчивали музыкальную школу. Я сама не играла ни на каком инструменте, но я знаю их ощущения, как они вот выходили на сцену, что это для них было. Результат разучивания текста длинного музыкального произведения, там, работы над штрихами, над нюансами. Они оттачивали долго, да, и вот они вышли, отыграли. Наверное, так и есть, по сути, да. Иногда приходится закрасить все, в конце концов, и начать заново. Вообще, в последнее время, вот, несколько лет я здесь пишу, и увожу в Нижний Новгород выставляться. Либо в Москву. Здесь у меня в персональной не было ни одной выставки. То есть, либо коллективной, да, но персональной еще ни одной. Я даже не знаю, где ее устроить, и как ее вообще организовать, и кто на нее придет. Потому что я как-то не понимаю, есть ли вообще вокруг всего этого какой-то еще не художников пространства, тех, кто, ну, ценителей, а в основном только художники. То есть, эти выставки все-таки возможность для вас? Конечно. Ну, как и для любого художника. Потому что картина, она когда висит у тебя дома на стене или в интернете, ну, это, по сути, она ничего не делает. Она просто собирает пыль. В отсутствие единого креативного пространства каждый севастопольский художник выживает по своему сценарию. Кто-то иллюстрирует книги, кто-то преподает в изо-студии, а кто-то расписывает стены, как один из наших героев Сергей Суксин. Расписью я занимаюсь не один. У меня есть подруга, она у меня и коллега, и верный соратник, и вообще помощник во многих художественных делах. И вообще очень хорошо у меня в жизни. поддерживает. Потому что одному такие проекты тянуть очень сложно. Мы росписью занимаемся, она вот еще попутна. Это к вопросу, чем занимаются художники помимо работ? То есть она еще делает дизайн интерьеров. Ну, по образованию я вообще дизайнер интерьеров. И занимаюсь тоже этим. Ну, все в рамках все равно примерно одной стены творчества. Ну, как-то у меня все совместно идет. То есть я от одного устаю, иду в другое, в другую вот туда, еще роспись стен. Роспись стен – это вообще отдельная история, потому что там ты целиком принадлежишь заказчику, иногда пишешь, ну, просто такие картины, которые не можешь себе позволить писать, как художник приличный. Не, подписываешься, ну, это у кого-то в квартире. Ну, просто вот, например, последний заказ – это были просто розы. Розовые розы. Ну, и я подумала, ну, а что, а где я еще порисую розы? Не буду же себе розы рисовать. Не мое. Ну, а там вот, да, на полную катушку натурализм. В прошлой программе мы рассказали об уникальных картинах Сергея, о его социально-политических работах. Настал момент рассказать, в каких стилях работают наши героини. В современной живописи сложно все-таки категорировать как-то по стилям. Мне ближе импрессионисты, вот мне как-то кажется. И не только мне, наверное, всем нам, крымским художникам, которые видят море, солнце, синее небо, фиолетовые тени, да, наверное, ближе всего все-таки импрессионисты, нам они понятнее. Любимые картины? Есть у нас возле гостиницы «Севастополь» кафе. Или, да, или булочная с мишками. Театр наш. Новогодние огоньки возле театра. Я там часто прогуливаюсь, сейчас вот с коляской вообще гуляю. И меня очень радуют эти огоньки. Я... Дочка моя с розовым слоном, я ее поймала спящую с утра, просыпающуюся. Вот как-то очень мне... Это работа, она такая... Вне вложено много тепла, да, любви к ней. Есть две картины. Это мой самый большой формат на пленэре. Вот это место уже такое, намолено, не первый раз. Там несколько раз, каждый год, на осеннем пленэре, вот в Семиизе. И каждый раз я пишу картину там. Мы не могли не задать вопрос о финансовой стороне жизни художника. Раз уж разбираться в сфере этой жизнедеятельности, так уж глубоко. Тем более, это всегда интересует зрителей. Ну, так-то вот, если смотреть, полинэрного плана, то есть они в основном продаются, то есть это где-то от 10 тысяч. В зависимости от размера. А самая дорогая это? Самая дорогая это гугл. Гугловская серия. То есть на данный момент у меня самая дорогая, она находится, это Манхэттен. Карта Манхэттена с сусальным золотом. Гудзон в виде золота, прям сусалка прокрыта. Она на данный момент продается лям 440, что где-то так. Но это с учетом галерейной наценки. Да, понятно. Миллион. Миллион. Будем образно говорить миллион. Всегда меня интересует это. Вот вопрос к тебе. Если она продастся, когда она продастся? Куда художник, молодой художник Севастопольский потратит эти деньги? Для чего? Я понял вопрос. Если так сложатся звезды, и она продастся, я получу там миллион на руки. Для меня это будет очень хороший стимул заняться расширением жилищного пространства. Либо пойти в ипотеку, брать квартиру треху, либо просто выйти по тому же пути только строить дом. Мне интересен дом. Ну, раз все вышло на откровенность, я задал важный для понимания человека в профессии вопрос. Вот такие стесненные условия. Нерешенный вопрос с союзом художников, с помещениями, с мастерскими. Нерешенный вопрос с жилплощадью и ситуация, в которой ты здесь и здесь спишь и здесь же работаешь. Могут тебя отвратить от работы художника, от картин, от творчества? Нет. Это все-таки какая-то такая внутренняя сущность, которую ты тянешь везде. Вот я, например, стараюсь каждый год ездить к моему брату на Камчатку. Я когда туда лечу, я с тобой тяну и тюдник в рюкзаке. А это ни много, ни мало. Плюс 15 килограмм, просто кусок дерева и тюбики. Но я это тащу. Исчерпывающий ответ. Это ответ не только на мой конкретный вопрос, а разъяснение поставленного в начале программы непонимания. Может ли город нормально развиваться без художников? Нет, не может. И потому, что художник это настоящая профессия, для владения которой необходимо много лет учиться и всю жизнь оттачивать перо. И потому, что художники на примере Севастополя это настоящая общность, объединенная жаждой творчества, стремлением к развитию и просто невероятной потребностью быть полезными своему обществу. Зная о продолжительном застое в жизни севастопольского креативного класса, сейчас можно с радостью констатировать лед тронулся. Молодые творческие люди взяли ситуацию в свои руки. Остается только им помогать и не мешать. А севастопольскому филиалу Творческого союза художников России большого плавания. С вами был Макей Русинов. До встречи на площади Нахимова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok